Координационный политический совет блока АКУМ соберется завтра, чтобы обсудить предложение партии социалистов о формировании коалиции только с блоком АКУМ, или в противном случае решение идти на досрочные парламентские. Вы знаете, как-то поднадоели эти ничего не обещающие слова. Уже мало кто верит, что в стране возможна полноценная правящая коалиция. А если так, то политики попросту тратят время. И все же, пока есть малейшая вероятность компромисса, ее надо использовать. В противном случае партии и их лидеры должны задать себе единственный вопрос. А каков будет наш результат в случае досрочных? И уже от этого плясать. Хоть польку, хоть хору, хоть ГПК. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте. И я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Депутаты парламента. Григорий Навак, партия социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Боля, депутат от ПАС. Добрый вечер. Уже фракция, поэтому ПАС. И Виктор Степанюк, хорошо известный вам политик и политический комментатор и политолог. И вам здравствуйте. Добрый день. Господин Боля, скажите, пожалуйста, откровенно, о ком вообще рассматривает вероятность участия в правящей коалиции? Ну, для того, чтобы быть очень честным и откровенным, на сегодняшний день, вот я прямо от нашего заседания пришел сюда, я задал вот этот вопрос наш, потому что я знал, что этот вопрос мне зададут в прямом эфире. Для этого я вам скажу таким образом. Завтра у нас состоится совещание, на котором примут коллегиальное решение, 26 депутатов соберутся, проголосуют, проанализируют. На сегодняшний день я считаю, что все предложения, которые были направлены в нашу сторону, со стороны партии социалистов, анализируются очень конкретно, поэтапно. Они, более того, у нас сейчас введены в реестр, и каждый анализируется детально, в какой степени он соответствует нашим требованиям. Вот на таком уровне сейчас идет анализ всех предложений со стороны социалистов. Вот с чем мы можем согласиться, с чем мы не можем согласиться, из того, что нам предложили реально, в письменном виде мы получили все вот эти документы, мы их проанализировали, там ребята сидят, работают. И в компьютере вырабатывается такая, ну детальный анализ, очень детальный анализ всех проектов, которые нам были предложены со стороны социалистов, с чем мы можем согласиться, с чем мы не можем, с чем надо еще работать и так далее. Вот на этом уровне, на сегодняшний день, вот сегодня на этом уровне находится наша работа, что касается непосредственно предложений со стороны социалистов. Ну вот это хорошо, что вы сказали, что детально рассматриваете. Очень детально. Потому что если детально, господин Навак, если рассмотреть, то получается, что они сходу как бы и не отвергают вообще возможности коалиции. Злые языки-то что говорят? Что о ком просто-напросто не хочет. Ни с теми, ни с теми. И то, что происходит, это они тянут время. Вот они говорят сейчас о деталях. Вы верите? Ну, в соцсетях подшучивает, что о ком выпендривается немножко. На самом деле не существует так уж и много сценариев и реальных вариантов, которые могли бы рассматривать. Мы четко объявили нашу позицию, что никакого другого сценария коллекционного или вообще не рассматриваем. Мы сделали одно предложение блоку АКУМ. Мы последовало первое предложение, потом второе. О встрече, о переговорах, обсуждении и так далее. Мы видели, что лед тронулся. Наконец-то, слава богу, тронулся этот лед. Ну, эти дискуссии или переговоры непростыми были, но тем не менее они состоялись. Есть немножко, ну, скажем так, есть сомнения, что у блока АКУМ есть политическая зрелость. То есть иногда требовать, скажем так, такие грандиозные требования выдвигать, ну, это не серьезно, в первую очередь. Во-вторых, блок, который на парламентских выборах набрал третье место, ну, не может никак претендовать ключевые, скажем так, посты. Мы, которые заняли первое место, мы сказали, ну, хорошо, вот мы видим так, так, так. И причем большинство, скажем так, ключевых постов оставляем именно для блока, да. Это говорит о том, что мы искренне желаем вот именно начать переговоры и истинно желаем, чтобы в ближайшие 4 года, да, правили этой страной. Иногда, ну, как говорят в народе, если хочешь испортить любые переговоры, сразу предложи, от чего вторая сторона откажется. Ну, то, что сделали, в принципе, в блока АКУМ. По моей информации, которая у меня есть, я общаюсь, вот мы общаемся с разными депутатами, не все депутаты действующего блока АКУМ такие категоричны, да. Ну, все понимают, что другой формулы нету, ну, зачем вот тянуть кота за хвост и давать... И вот из этого общения вы что поняли, они настроены на переговоры, либо просто тянут время, чтобы потом своим избирателям, возможно, даже смогли объяснить. Ну, почему, скажем так? Из этого общения есть одна часть блока АКУМ, я имею в виду из ключевых фигур, да, которые категоричны вот в некоторых моментах, да, они не самостоятельны в принятии решения и навязывают вот это мнение большинству депутатов, к сожалению. А есть вторая половина, которая говорит, ну, почему бы и нет, ну, мы же взрослые люди понимаем, что другого варианта нет. Поняла вас. Спасибо, Виктор Федорович. Вы такой опытный политик. Вы кому верите в эту ситуацию? Кто на самом деле вот стремится выйти из этого тупика, в котором оказалась страна? Вопрос прямо в лоб. Ну, а как? По-другому никак. У нас надо так. Во-первых, в политике очень сложно кому-то верить сильно. Избиратель, конечно, доверяет определенной партии, определенной диалоге, определенной программе. Определенным людям. Определенным людям, безусловно. Далеко не в последнюю очередь. Да. В данном случае избиратель сделал свой выбор. Он избрал депутатов парламента, эти три основные партии, которые получили приблизительно по одной трети. И надо сказать, что этим людям нужно верить каким-то образом, потому что они представляют собой частичку суверенитета народа. У нас считается, что одна из этих партий, демократическая партия, она была правящей до сих пор. Ясно, уже во время избирательной кампании 70% населения, минимум, выступило против этой партии, против этой политики. И, как я понимаю, сейчас у этих основных бывших оппозиционных партий, которые еще остаются в оппозиции, и у социалистов, и у АКУ, появляется шанс вместе создать коалицию, прийти во власть и доказать, что они могут управлять страной по-другому. Теоретически. Это не только теоретически, это практически. Пока он теоретически, а вот практически, вы видите, что происходит. Этот шанс нужно использовать, и они не используют пока. Я не хочу здесь обвинять очень сильно ни одной, ни другой стороны, потому что есть широковатости и с одной, и с другой стороны. С другой стороны надо заметить, особенно последние недели, что социалисты стали более активными. Они очень ясно предлагают в открытую идти на создание этого большинства, создать правительство, создать структуру парламента. То есть, оставаться в рамках нормального правового государства и разделения властей. То, что предлагает АКУМ, в смысле, давайте проголосуем срочно против олигархической власти, да, давайте мы быстренько выберем председателя парламента и проголосуем. Я говорю, или насчет миноритарного правительства, я говорю, это несерьезно, потому что любой политолог вам скажет, когда появляются эти миноритарные правительства. Они появляются только как акчидент, как в случае, когда из правительства кто-то ушел, сломалось парламентское большинство, и таким образом уже партии в парламенте решают, а что делать последующие несколько месяцев. То есть, это всегда переходное правительство. Нам, как мне кажется, я говорю капкалитолог, да, такие правительства совсем не нужны, потому что вы не сможете без правительства внедрить исполнение ваших решений и законов. Да, вы принимаете решение, и все останется вот в рамках этих комиссий и этого парламента. Никто не станет выполнять ни судебная власть, и тем более исполнительная власть, которая остается вот нынешняя. Так, мне кажется, что лидеры Кумы не хотят над этим хорошо, серьезно подумать. Нет, мы, конечно, предусмотрели вот эту возможность, даже имея миноритарное правительство и не имея большинства в парламенте, которые поддерживают, на законодательном уровне этому правительству очень тяжело. Если даже тебя проголосовали, вот именно по той причине, по которой говорил господин Степанюк. Предлагая миноритарное правительство, мы, по сути, предлагали ее на очень короткий период, на выполнение основных функций. Потому что, на наш взгляд, и вы не можете не согласиться со мной, основная проблема в Республике Молдова, то, что у нас абсолютно отсутствует правовое государство. Вот я сейчас в качестве депутата, уже в качестве депутата, за месяц, я начал работать, я работаю на буйканах, уже нашел там 20 каких-то нелегальных строителей, вместе с людьми, они дают какие-то петиции. И я в качестве депутата, не то, что просто как бывший простой гражданин, а сейчас уже в качестве депутата, я сталкиваюсь с проблемой, что в Молдове просто не существует правового государства. Куда бы ты ни пошел, в примарию, примару, начальнику любому абсолютно, абсолютно бесправовое поле юридическое, ничего не действует. Я помню волшебский стрелок, вот когда тот арич искал, чтобы купить себе фильм, помните, он говорил, в каждом кабинете флаг и хмырь сидит. Вот по-другому не назовешь нашу республику, я серьезно говорю, ходишь как депутат, вообще как никто, заходишь как никто, выходишь, потому что практически не действует ничего в Молдове. Вот люди, которые занимают какие-то очень высокие должности, на самом деле они вообще ничем не занимаются. Это очень большая проблема. И поэтому мы и начали с того, что вот это миноритарное правительство должно было непосредственно с поддержкой, некондиционной поддержкой всего парламента людей. А почему? Мы ее предложили так на тот момент. Я говорю о том, что мы предложили. Мы говорим про миноритары, про наши предложения. Нет, но это уже все знают в республике, это знают уже за рубежами. И я думаю, я тоже выскажу, не как политик, а как политолог, это неадекватное предложение. Нигде такого нет. Чтобы вы заняли все, и руководство парламента, и правительство, и потребовали, что кто-то будет, тем более это ваш идеологический оппонент, что будет беспредкословно выполнять все желания. Мы не говорили о том, что это должно быть беспредкословно. И поймите, что мы относимся к уважениям ко всем людям и к нашим коллегам в парламенту. Мы не считаем, там некоторые говорили, я слушал некоторые передачи, говорят, что мы считаем социалистов за идиота или так далее. Там даже ваш один коллега так выразился, что мы каким-то образом. Это неправда. Это неправда. Мы относимся с глубоким уважением к людям, потому что это не просто 35 депутатов в парламенте. Это несколько сот тысяч человек, которые, жители Молдовы, проголосовали за них. Во-первых, точно так же, как мы являемся 26 депутатов, не просто 26, а за нами еще несколько сот тысяч человек, которые проголосовали. В прошлый раз, когда у вас были эти аргументы, я задала вам один очень простой вопрос. Я сказала, что ведь есть электорат, который голосовал и за вас, и за социалистов, и за демократов, и за партию Шора. И вы хотите сказать, что нужно, чтобы электорат остальных партий остался, мягко говоря, при своих интересах? Нет. Получается, что он несколько хуже? Нет, секундочку. Хорошо. Я вам тогда задала этот вопрос, и я не услышала ответа. Ну, вы понимаете, как? Очень странно звучит на сегодняшний день такая вот дележка, да? Спикер, наш, премьер, наш, правительство. Я бы не использовал слово дележка. Знаете, это напоминает. Очень интересное. Нам функции не нужны, но дайте нам спикера. Очень мне нравится передача «Полюс», это очень интеллигентная, всегда очень хорошая передача. Мне очень нравится. Спасибо за внимание. Смотрите, давайте вот мы раскроем немножко вот эти все вопросы. Смотрите, есть партия социалистов, правда? Они с 2014 года находятся в парламенте Республики Молдова. Мы говорим про объективные, абсолютно объективные вещи, на которых мы основываемся, вещи, которые знают все люди в Молдове. Летом прошлого года они проголосовали, будучи депутатом в парламенте, вместе с партией демократов, правда? Изменения избирательной системы. Проголосовали. Вы помните, я был у вас на передаче, я спрашивал, каким образом вы сделали вот это чудо, что демократы, которые с марта месяца по июнь месяц выдвинули свою теорию и говорили о том, что одномандатно это лучше не бывает, и вы за несколько часов, будучи в парламенте, в оппозиции, успели и смогли переубедить вот этих депутатов, много депутатов, за несколько часов, чтобы они проголосовали за ваш законопроект. Вот мне это было всегда интересно. Да, я думаю, пора. Сейчас вам отвечу. Во-первых, вы неправильно выразились, что мы проголосовали с демократами. Это демократы проголосовали за наш проект. Очень хорошо. Объясню почему. В 2011 году в ноябре месяце на съезде партии социалистов, нынешний президент Адон, тогда он был, его на том съезде избрали лидером партии социалистов, мы четко тогда сказали, придем в парламент, изменим избирательную систему, именно в смешанную систему, не в одномандатную, не в пропорциональную, а именно в смешанную. Вот тогда мы сказали, обещали нашим избирателям. В 2014 году мы пошли на выборы именно с этим месседжем. Люди за нас проголосовали, в том числе вот за этот тезис, который был у нас в программе. Когда мы предложили в парламент изменить, и в политике есть чуйка, когда именно нужно выдвигать определенный проект. Демократы не могли его изменить, и мы тогда почувствовали, что именно тогда нужно изменить и выдвигать свой проект. Потому что проект регистрируется, и вы вот увидите в процессе, вы зарегистрировали этот проект, он пройдет 2-3-4 месяца, он сидит. На определенном антамне вы чувствуете, что хоп, вот именно сейчас его нужно толкать или выдвигать. Если появляется параллельный проект, их объединяют, есть процедуры в парламенте. Поэтому мы настаивали на своем проекте, мы не могли не голосовать за свой проект, это уму непостижимо. Нет, я с вами согласен абсолютно. Теперь, второй момент. А как они? Людмила, почему мы оказались в этой ситуации? Я за последнее время, где-то за полтора месяца, и где-то я понимаю, я тоже таким был. Наши коллеги в парламенте из блока КУМ, вот они, к сожалению, не до конца поняли, не то, что куда попали, может быть и это. Но не все успели изучить, к примеру, регламент парламента. Вот я общался с господином Настасьем, мы встретились случайно в парламенте, и он мне спрашивает, вот вы будете голосовать за тот пакет? Говорю, господин Настась, бог с ним там, один, второй, третий пакет, ну вы же юрист. Как можно проголосовать, не имея спикера, постоянного бюро, постоянной комиссии? Как? Говорю, в законе написано четко, так, не мы придумали этот регламент, не блока КУМ, он действует давно, вот господин Степанюк был депутатом, он, помню, тоже был регламент, тоже нравится, не нравится. Степанюк был и членом постоянного бюро. Ну да, нравится нам, не нравится, но он есть, мы должны его соблюдать, потому что если мы не будем априори соблюдать этот регламент парламент, чем мы будем отличаться от демократов, к примеру, если мы не будем соблюдать закон? И мы настояли, именно мы когда говорим, мы хотим конструктивный разговор, нужны рабочие органы, потому что, вот правда вы хотите, блока КУМ же не против, отменить этот закон, который поставил на плечи граждан этот миллиард? Безусловно, у нас есть даже в программе. Вот, правильно? А вот это, для того, чтобы проголосовать за этот законопроект, нужен ОВИЗ правительства, потому что тут изменения в бюджете. Без него никак. Я знаю об этом, я читал, я читал этот главный. Есть законопроекты, которые не нужны, вот ОВИЗ правительства, но нужны ОВИЗы комиссии, рапорт и сарапорт, да? Нужны. Без них никак. Я поняла. Вы знаете, мне кажется, я поняла сейчас, в чем камень преткновения. Когда вот вы у нас были в эфире, вы сказали одну фразу, когда вы оппонировали, вы сказали так, ну нет у нас доверия к социалистам, потому что нам кажется, что они ведут переговоры с демократами. Да. Вы это говорили. Конечно. Конечно. Вы знаете, я все-таки очень взрослый, я не верю. Так. Позвольте мне не поверить. Во что именно? То, что вы не ведете переговоры с демпартием. Я все-таки... Сейчас Григория мы будем допрашивать. Нет, мы просто тут ведем нормальную беседу. Я все-таки считаю на 99,9% что выборов следующих не будет, что демпартия все-таки... Это логично. Демпартия найдет общий язык с партией социалистов, и они сделают и большинство в парламенте. Более того, я считаю, что если бы АКУМ не включился во все вот эти разговоры, ее бы должно уже было бы сформировано. И большинство в парламенте, и правительство. Если вы не голосуете за нашего премьера, за нашего спикера, это вы виноваты, что будут выборы. Нравится вам, не нравится, голосуйте за наших. Ребята, вы что, избранные? Но мы тоже избранные. Нет, мы ничего против не имеем. Вы тоже избранные гражданами, а не богами, я так считаю. Посмотрите, я все время говорю некоторые вещи, они всегда имеют какой-то смысл и логику, потому что я никогда не говорю разные вещи. Господи Боле, у нас есть на сегодняшний день основания посчитать, что Майя Санду ведет переговоры с Плохотнюком? Конечно нет. Почему нет? А ведь Плохотнюк как-то голосовал за нее в качестве министра. Они были в одном правительстве. Почему бы так не... Вот так сразу отрезали и не считаете так? А почему бы не подозрить Майю Григорьевну в том, что она ведет переговоры... Она Григорьевна? Мне кажется, это вам надо бы знать. Как облачество своего лидера. У вашего шефа, да. Странно, да. Ладно. Иметь право не знать. Да, дальше. Господа, госпожа Санду, голосовала за господина Канду. Было такое? Было. В качестве чего Канду? В качестве спикера. Было такое? Было. Парламент только образовал. Вот видите, сколько таких совпадений можно... Нет, вы говорили про исторические вещи. Да, конечно. Если это все было... Я не следил за историей Майя Санду, за колонной голосовал. А можно мы заподозить господина Анастасии в том, что он ведет переговоры с Плохотнюком? Нет? Нет, конечно. Я вам скажу, что мы можем. А ведь он же вел дела по бизнесу, когда у них все было хорошо с господами ЦОПа. У них же было время, когда было хорошо. Они вели бизнес. Я не изучал историю, чем он занимался. Вот видите, вы... Серьезно. Вы имеете право это делать, потому что это правильно. У нас побольше оснований заподозрить. Это правильно. У нас есть политическая зрелость, мы это оставили в сторону. У нас тоже есть. Поймите, я начал говорить некоторые вещи. Смотрите, вы так мне не объяснили, каким образом вы в тот день в парламенте смогли убедить Демпартию проголосовать за ваш проект. Я думаю, что выли переговоры... Вот вы, у вас был зарегистрирован законопроект. Другая партия, у которой было большинство, очень удобное, хорошее большинство в парламенте, они полностью муссировали всю нашу информацию, давали все время, что вот это очень хорошо. И за несколько часов они взяли проголосовать за вашу проект. Я хочу коротко ответить, у них не было, этот закон провалился бы, то есть этот одномандатный. Мы поставили условия, либо такой, либо никакой. И все. Виктор Федорович хочет присоединиться, мне кажется, это справедливо. Я думаю, что вопросы мы можем задать друг другу очень много. Ну хоть здесь, Виктор Федорович, говорим, видите, как хорошо. Вопросы есть к одним политикам и к другим. Политикам свойственно ошибаться. Очень важно, чтобы мы еще ошибки признавали. Социалистов, я бы спросил социалистов, если они признают, что могли обойтись без смешанной, могли не проголосовать. Что это для них все-таки было отрицательным результатом, потому что я так считаю, что они могли получить результат лучше с той системой. Но это может быть ошибкой. Господин Федорович, вот не было бы смешанной системы, бог знает, был бы господин более депутат? Может быть. Может и не было. А так появился реальный шанс, чего вы к самому депутатам. Но вас я хочу спросить. Вы боитесь, что вот они создадут демпартии? Но мы не боимся, беспокоимся. Беспокоитесь. Но вы очень сильно беспокоитесь, уже 50 дней прошло. Беспокоитесь. Я хочу спросить, а вы в принципе намерены каким-нибудь образом действовать так, чтобы у них это не получилось? Что бы получилось у вас? Вы же очень ясно обещали избирателю. То есть, иными словами, сделайте им предложение интереснее, да? Да. Вы очень ясно обещали избирателю, что вы будете бороться против олигархи. У нас есть программа, что вы добьетесь, что мы повернем страну по демократическому пути. И в принципе, ваша программа, я вам скажу, как политолог и как человек, который немножко разбирается в доктринах. У вас очень много там левоцентристского. Прочитайте материалы социалистического и интернационального. Потому что мы очень бедная страна. Мы не можем без социальной программы. И тогда спрашивается, почему мы, вы 50 дней, и одна, и другая сторона, я здесь критикую социалистов тоже, вы больше занимаетесь друг другом. Вы, она постоянно, госпожа, встречает, значит, выходит на телевидение, и плохотнек додон. Додон такой, и мы с ними не пойдем, потому что они вот, и так далее. Вот на этом месседже, значит, вы выдерживаете, значит, свое обращение к избирателю. Избирательная кампания закончилась. Вам сейчас реально нужно думать о делах страны. И когда мы говорим о правовом государстве, господин Боля, я считаю вас человеком рациональным, я видел вас и понимаю, и так далее. Что значит функционально-правовое государство? Я повторяю еще раз. Даже если вы создадите парламент, вот проголосуете за председателя парламента, все ваши решения и так далее должны исполняться. И без исполнительной власти ничего не получится. Здесь все взаимосвязано. Эти три ветви власти, они абсолютно взаимосвязаны. Без действенного правительства, которому вы будете доверять все вместе. Мы избираем председателя парламента и уже доверяем, потому что все остальные варианты хуже. А для нас хуже и власть, как вы сказали, демократов и социалистов, это хуже. И для вас хуже, для всех и для страны тоже хуже. Досрочные парламентские выборы, которые могут ничего хорошего не принести. Ни одной, ни другой пар. Ничего абсолютно, кроме минуса денег. Согласитесь, поэтому вам здесь надо очень серьезно подумать. У меня вот есть вопрос к господину Боле. Господин Боле, вот как вы считаете, вот лично, я не говорю, может быть это ваше личное мнение, может быть мнение блока или партии, которую вы представляете. Вот как вы считаете, в 2016 году, ну ладно, не в 2016, в 2012 году, да, страна была захвачена? Была захвачена мысль? Всегда. Всегда. Мне интересно, вот ваш лидер, будучи министром в захваченном государстве, который захватил тот же человек, который она сейчас утверждает, что сделала в качестве министра для того, чтобы вот освободить, освободить, диолигархизировать, придумали такое, диолигархизировать, диолигархизировать. Повторяю. Вот давайте вот так, что касается... Вот чтобы поверить вашему блоку в искренности, о котором вы говорите, конкретно, может быть, я подскажу, может быть, конкретно, это вопрос, да, может быть, это голосование за вот те моменты, когда вот свиснули миллиард, когда менялись законы, что привело к тому, что украли миллиарды из банковских, или закрытие школ, вот все это, был процесс диолигархизации. Давайте я вам скажу так, я здесь в передаче, можно смотреть исторически, я говорю так, с 91-го года, Молдову, вообще, если начнем с самого начала, после процесса приватизации, это был атак-рейдер, атак-рейдер по всем экономическим законам современности. Все наше, все наше народное богатство, это был атак-рейдерский захват всего нашего богатства. В 93-м году был один ПИБ на голову населения, и мы нашли только в 2008 году, вернулись к тому, что было в 93-м году. Никто в Молдове не нес политической ответственности. Раз. Во-вторых, когда мы говорим про захваченное государство, то, безусловно, мы говорим, что непосредственно с 91-го года, не сейчас, вот то, что мы имеем Демпартию, они просто лучше всех действуют, и они сами захватили ее. А до этого был Филат, я все время говорил таким образом, когда Филат говорил по телефону с начальником финслужбы, я говорил ему, я говорил здесь в передаче, налоговой, да, говорил ему, того убей, того оставь, ну, как метафора, образно говоря. Как Майя Григорьевна себе могла позволить? Я сейчас скажу ее по поводу Майи Григорьевны, тем более, что я узнал, как ее по отчеству. Уже хорошо. Мы тогда говорили о том, что это захваченное государство. Для меня это было захваченное государство. Когда президент Воронин заходил на заседание правительства, понимаете, и он мог так, вот просто так снять пример министра или каких-то министров, это тоже было захваченное государство. То есть мы говорим о том, что к этому состоянию, к которому мы пришли сегодня, мы шли все вот эти 30 лет. Вот все, что мы построили, это нехорошо. И все, что мы сейчас пытаемся сделать, и изменить немножко всю эту формулу, мы пытаемся, мы не, не знаю, мы не боги, мы не самые умные, мы не лучшие, мы это вообще не говорим. Мы такие же, как и вы люди. Вы сейчас говорите, это ваше видение. Это мое, вы меня спросили. Я его уважаю. Но, давайте, если сделать анализ, то вот международные организации, как, к примеру, Amnesty International, да? Мы же не можем сказать, что это организация социалистов или ПАС, или чей-то, да? Уровень, то есть показатели коррупции, уровень, то есть показатели, то, что касается доверия людей к государственным, госструктурам к власти до 2009 года, это были другие, понимаете, люди так не считали. Абсолютно согласен. И люди не считали, что это захваченное государство. Но вот, когда пришла демократия, так называемая, в кавычках... Господин Новак, что значит захваченное государство, по сути? Когда все институты власти... Вы даже предлагаете проголазовать за декларацию сейчас? Я не спрашиваю никого, я просто говорю, что это значит? Это значит, что все структуры власти, они не отделены, они не действуют самостоятельно, как должны. Потому что у судьи на столе должен быть уголовное право, Конституция Республики Молдова, Библия, если он верующий, и там гражданское право. И все, и никаких звонков ниоткуда. Но есть еще один момент, который позволяет влиять, это влияние извне. Это не только внутренние наши разборки. И здесь я подхожу к очень важному вопросу, вопросу недоверия Акум в связи с этой ситуацией, потому что говорят, что всему виной все-таки для вас это геополитика. Вы все время говорите о борьбе с олигархами, это всем все понятно. Но на самом деле старый добрый наш тезис, что Акум смотрит в одну сторону, социалисты смотрят в другую сторону. И вот на этой почве, если социалисты предлагают просто-напросто выровнять отношения с Российской Федерацией, то Акум не готов. Для того, чтобы вести... А не только с Российской Федерацией, а всеми нужно выровнять... Понятно, но на чем Крем сейчас делают? Делают именно на отвратительных отношениях с Россией, которые есть сегодня. Вот ответьте нам, пожалуйста, присутствует ли этот фактор? И если да, насколько он определяющий, я вам скажу еще больше. Многие убеждены, что вообще вашими действиями управляют Вашингтонский обком. Вот Виктор Федорович, например, так считает. Он сейчас тоже скажет. Вам слово вначале. Ну не знаю, если мы управляемся Вашингтонским обкомом. Мне нравится, что вы не знаете, что вы не говорите нет. Ну, лично меня никто в обком не вызывал, и никто мне ничего не говорил. Поэтому я не думаю так. И другие товарищи-то. Да, и по-любому... А если говорить о наших товарищах Слизну, по-любому... Они каждую неделю едут в Москву, возвращаются оттуда. Мы не знаем, о чем они там говорят. Это их личное дело. Смотрите, что касается геополитики, и что касается нашего отношения к Кумовцам, я пришел из бизнеса как такового. И, по сути, я считаю, что отношения наши экономические с Россией, безусловно, нужно возобновлять и надо строить заново. Безусловно. Без никаких... Вообще без никаких претензий к никому. Просто надо строить заново. Экономические отношения. Я считаю, что из наших отношений с Россией нужно убрать вообще политический диалог. Хорошо, вы депутат. Да. Вы за то, чтобы вернуть российские информационные программы в эфир или нет? Если они корректны, если они просто не несут какой-то там... Вот просто взять и отменить то решение. Вы готовы за это проголосовать? Надо проанализировать, что мы меняем. Мы возвращаем в сетку российские информационные программы. Мы их разрешаем. Смотрите, на сегодняшний день в Республике Молдова есть огромное количество спутникового телевидения. Можно смотреть все, что угодно. Насколько, насколько... Я был у вас в передаче именно по этому вопросу. И смотрите, насколько он решил вопрос, вот этот закон, я считаю, что ноль пользы от этого закона как такового. То есть получается, что вы за то, чтобы вернуть, если польза ноль. Смотрите, Людмила, если мы возьмем любой телевизионный пост, который принадлежит Демпартии, Демпартии, вот любой, уровень, уровень агитации, уровень, не знаю, грязи, которая заливает нас, и не то, что это откуда-то из России, это из Молдовы. То есть я не считаю, что они ведут какую-то другую, более корректную политику по отношению к нашим гражданам, к жителям Молдовы, к своим оппонентам политическим. Точно так же можно говорить и про другие каналы, которые принадлежат другим политическим партиям. Я считаю, что проблема в Молдове как таковой идет не извне, а она внутри у нас, в Молдове. От того, что у нас говорят, что, допустим, Россия говорит про нас плохо, или они ведут какую-то другую политику по отношению к Молдове как таковой, информационную борьбу, войну. Я считаю, как политику, вот вы спросили как депутат, я считаю, что как политик, который руководишь стороной, ты должен сделать настолько хорошо все для людей в Молдове, все свои вещи. Ты не должен воровать, не брать коррупцию, развивать свое государство. Да, 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 и вообще не заповеди Христа. Нет, не заповеди Христа. Когда вы садитесь, я понимаю. Вот есть конституция и закон, чтобы человек, который посмотрел по телевизору, посмотрит, оттуда ему говорят, что в Молдове все плохо, он говорит, нет, не так. Ну вот смотрите, вы садитесь как переговорщик за стул переговоров с россиянами. Они вам говорят, собственно говоря, чего вы хотите. Вы начинаете говорить им, мы хотим, чтобы у нас цены на газ были снижены. Вы начинаете говорить то, что мы хотим. Но что-то не получается у нас ценами на газ. Вы начинаете им говорить, а потом россияне говорят, а мы что хотим? А мы хотим вернуть одно из условий. Что вы им говорите, да или нет? Вернете, правда? Надо изучать. А, спасибо. Вот тогда будут русские изучать цены, но они изучают и все время получают. Это к вопросу о геополитике. Я неспроста просто этот вопрос задала. Я не совсем понял, что я имел господин Бойля в виду, когда сказал, что нужно убрать политический диалог с Российской Федерацией. Нет, с экономики. Когда мы говорим про экономические вопросы, экономику вообще нужно убрать из экономики, реально, если мы говорим про экономику, административные вмешательства в экономику. Экономика это наука, это точная наука, как математика. Это не просто бред северной кобылы, это математика, чистейшая математика. Я вас загнетену. В данном случае целесообразно вернуться к асимметричной торговле? С кем? Со всеми. Зачем? Как со всем? Такое нам выгоднее. А что выгоднее в этом? Выгоднее. У нас есть, до этого у нас было асимметричное соглашение, которое подписали с Европейским Союзом о свободной торговле. И вот, история показывает, что... Посмотрите, господин Авак, я вам скажу таким образом. Что мы сделаем? Если мы понимаем, что нам выгоднее это, мы что, аннулируем или нет? Нет, но два депутата беседуют, мне интересно. Вам же место в парламенте беседует. Виктор Шмидович хоть так беседует, не устаю повторять, потому что так-то не беседует. Я хочу добавить здесь два предложения насчет геополитики. Безусловно, уважаемые депутаты, я думаю, что у вас достаточно опыта и знаний, чтобы понять, что Республика Молдова находится на пересечении больших, очень больших геополитических интересов. И, к сожалению, и одна, и другая сторона, то есть мы говорим о политических силах, они, конечно, пытаются проводить вроде национальные интересы. Но у них всегда очень мало будет получаться, когда они будут действовать в одиночку. Им всегда нужна опора, даже если они, например, хотят иметь, социалисты я имею в виду, да, хорошее отношение с этим вектором, да, а вам хочется на Западе, но все равно нужно каждый раз, значит, смотреть на это соотношение интересов. И здесь нужно опираться. Посмотрите, господин Боля, что за 28 лет государственности нашей, то есть независимости, страна более-менее шла по какому-то компромиссу в геополитике приблизительно 6-7 лет. Я могу, имею право об этом говорить, потому что был активным политиком, я видел. Меня, в принципе, как ученого, и как преподавателя этот вопрос волнует. Раскол нашего общества, в том числе именно по геополитическому принципу. И, к сожалению, очень мало было политиков и на уровне президентов, и на уровне премьер-министров, руководства страны, которые понимали эти проблемы и пытались их каким-то образом найти именно через компромиссы. Вот, давайте остановимся и посмотрим, что можно решить проблемы экономические с Востоком, а что, в принципе, нужно уступить и согласиться с подходом европейским, соседних стран и так далее. У нас огромное количество хороших, интересных соседей, в том числе исторических. Это 12-14 государств, с которыми нужно иметь прекрасные отношения. И когда мы говорим о внешней политике или о геополитике, об этом нужно не просто задуматься, а найти союзников, в первую очередь, в стране, которые вас поддержат. Вы придете в парламент, а кто должен вас понять? Она должна понять и одна, и другая, и третья партия. Почему мы говорим, и госпожа модератор затронула вопрос геополитики? Я думаю, что когда вы будете меньше все-таки иметь в виду, что подумает Совет Европы, или Европейский Союз, или Америка, или Москва, у вас больше будет всегда шансов для переговоров. Конечно, нужно эти внешние интересы учитывать, но нужно садиться и посмотреть. Я привел недавно в одной передаче такой аргумент. Когда радикально вы, особенно вы сейчас, окумовцы, потому что я вас считаю полноценной оппозицией, вы должны были добиться большего. Когда вы радикально стоите на позициях, нет, мы не будем социалистами, потому что это люди Плохотнюка, это люди Москвы, а у вас в команде и унионисты есть, мы знаем, активные 7-8 человек. Притом есть ярые такие анти, я даже могу назвать некоторых русофобов, да. Когда вы держите за вариант, только миноритарное правительство, только голосуем в парламенте, эти 5-6 и так далее, и нам больше социалистов не интересно, нам их интересы не интересны, нам их, значит, варианты не нужны. Тогда вы фактически работаете на Демпартию. Вы работаете на Демпартию, потому что вы показываете, что пока была Демпартия, здесь был порядок, был определенный баланс, кто-то там оппозиция смотрела в сторону Москвы, а мы смотрели в сторону Вашингтона, и все было окей. Для внешних наших партнеров, которых очень часто наши интересы не интересуют национально, их интересует Украина, их интересуют военные базы вокруг Молдовы, их не интересует Черное море и так далее. И они просто вас используют. Здесь есть одна сторона, имеется в виду лидеры Демпартии, которые как что-нибудь, они летают в Вашингтон. Есть другая часть оппозиции, которые тоже летают быстро в Вашингтон. Нас используют, вы понимаете как? Нас, я имею в виду, нас всех. И в первую очередь, конечно, политиковые используют. Положение страны страшнейшее. Мы что, не видим, что страна осталась без рабочей силы? Мы что, не видим, что села полупустые? Мы о чем беседуем? Мы беседуем, что вы связаны с Москвой, а вы попытаетесь создать здесь это нормальное большинство, где есть специалисты, где возьмутся за дело, где создадут, восстановят. Восстановят именно правовые государства. Потому что здесь захваченное 2000 года и захваченное 2019. Вот, вот от этого нужно. Есть большее зло и есть меньшее зло. Для вас и для нас всех, социалистов сейчас, для вас это меньшее зло. Для них вы тоже меньшее зло. Народ, а вы поговорите с ними, даже если они оппоненты идеологические, я говорю на примере моих там односельчан, да, они голосовали по-разному, и за одну, и за другую партию. Но сейчас они говорят, ой, слушайте, вы, если оставьте нынешнее прошлое правительство у власти, грош вам цена. И одной, и другой партии. И вы должны с этим считаться. Вы пойдете сейчас на досрочные выборы, если, не дай бог, пойдете. Да, вот у меня вопрос про досрочные выборы, Виктор Федорович. И вам будет очень сложно ответить на вопрос. Да, все будет зависеть от того, как они расценивают свои шансы на этих досрочных выборах. Вы понимаете? Все мечтают о больших шансах. Мечтают. А как оно будет на самом деле, не знает никто. Вопрос в том, как они сами себя оценивают. Господин Боля, как вы считаете, если все-таки вот... Конечно, мы как политическая партия не заинтересованы в досрочных выборах. Не заинтересованы. Не заинтересованы. Потому что одно из наших требований, которое мы выдвигали, конечно, это было изменение избирательной системы в пропорциональную из этого микста. И наши коллеги по парламенту и от партии социалистов тоже поняли, что нынешняя система избирательная очень выгодна для тех, кто имеет очень большой административный ресурс. И мы говорим про Демпартию. В случае досрочных избирательных выборов, конечно, мы говорим о том, что в большом приоритете и в большой игре вот будет выгодно все будет Демпартия. То есть вы это прекрасно осознаете? Мы это понимаем, конечно. Спасибо. То есть получается, что люди на самом деле это прекрасно осознают, но делают то, что они делают. Господин Навак, а вы шансы социалистов как оцениваете? У нас всегда были, есть и будут самые большие шансы. Мы предлагали и предлагаем по сегодняшний день, на второй день же после выбора, если помните, мы сделали только одно единственное предложение о создании какой-то формулы правления страной. И это предложение мы сделали блоку ОКОМ. Несмотря на то, что все подконтрольные СМИ этому блоку делают все возможное, чтобы слепить как-то нас демократами. Мы говорим, что категорически не хотим другой формулы и сделали только предложение ОКОМ. Они говорят, что нет в СМИ. Конечно, выборы, как правило, это не решение. Опять выборы, люди устали от этих выборов, категорически не хотят выборов. Ну хорошо, может быть спойлеров будет у вас меньше этот раз. Вы не думали об этом? Дело даже не в спойлерах. Вот если сделать какой-то эксперимент, мы можем выйти с господином Болик после передачи, пройтись по улице, сделать лайв в фейсбуке и спросить первого встречного по улице. Хотите вы, какую формулу правления вы видите в дальнейшем? Я вас уверяю. Люди конкретно говорят, что хотят блок ОКОМ и ПСР. Другой формулы они не видят. Почему блок так выпендривается? Большая загадка. Но, если будут выборы, мы, конечно, к ним будем готовиться, будем работать опять, объяснять, ходить, бегать, встречаться с людьми. Будем это все делать. Но это не решение проблемы. И тем более, вот как говорил господин Болик только что сказал, что смешанная система выгодная, у кого админресурс. Да? Вы так сказали? Да. Так вот, если создать эту, скажем так, ну, коалицию, как ее можно назвать по-разному, большинство, скажем так, в парламенте, на следующих выборах, вот этот админресурс будет у вас, у нас. И кто от этого будет в выигрыше при смешанной системе? Ну, есть еще один вариант, о котором... Хороший. Хороший, да, вопрос. Есть еще один вариант, о котором тоже слух не очень говорят. Но тем не менее, вот пока социалисты с АКУМом пытаются, да, хоть как-то там договориться, хочешь найти хоть какие-то точки соприкосновения, вот демократы на это все смотрят и тихой сапой, что называется, будут пытаться депутатов и ваших, и ваших, да? Я из твоей логики. Ну, понимаете, вот Виктор Федорович кивает головой, вот у вас есть уверенность, что этого не случится, что вот цена вот этой неизговорчивости, это будут депутаты ваши и ваши, да, представителями демократической партии. Людмила, логика к чему ведет, да? Вот вы говорите, что теоретически могут путем давления уголовных дел и другими инструментами надавить. Теоретически не исключаю. Опыт даже об этом говорит. Тем более история показывает, что были такие случаи. Но в этом случае, если блок АКУМ намеренно ведет нас на выборы, оставляя в руки демократов все инструменты, да, админресурс полностью, то чью игру они делают? Вот для меня вопрос, потому что если идти на выборы и отстранить от власти демократов, то есть освободить страну, да, и идти на выборы, это один сценарий. А если вы сейчас намеренно ведете страну, толкаете на выборы, оставляя админресурс в руки демократов, то... Во-первых, давайте вот так использовать парламентскую лексику, мы не выпендриваемся, мы ведем разговоры и переговоры. Понимаете? Нет, ну не надо. Переговоры как-то конструктивные, это не жаргон. Я ценю вот так, не знаю, воспитанность. Идут разговоры. Ой, вы видели бы вы господина слусаря и попшой, какую воспитанность они дали. Я здесь сижу, я вот с вами говорю. Господа, давайте не уподобляться нашему парламенту. Вы находитесь в студии хорошей программы, поэтому давайте. Во-вторых, что касается наших, мы никого никуда не ведем. Понимаете? Мы вышли с нашими предложениями, которые вы проанализировали. После чего вы вышли с вашими предложениями. Которые вы не проанализировали. Я проанализировал. И первое, я их прочитал. И второй раз вы вышли. Так было до переговоров, когда не подготовлены, пришли на переговоры. Вот это не способствует сближению партии. Нет, я... Ваши отношения и ваши резкие слова не способствуют развитию доверия друг к другу. Ну зато это правда. Но это не способствует ничему. Может быть она вам не нравится, но это правда. Она мне нравится. Правда, она всегда нравится. Но она не способствует ничему. Согласен. Абсолютно. Тогда давайте так. Вы вышли с вашим... Я, конечно, могу извиниться, но принимать эту правду, как и... Горько, но это так и есть. Я не говорю, что это неправда. Но это ничему не способствует. Вы вышли с вашим предложением. Я вам сказал в самом начале программы. Завтра в 10 часов утра мы собираемся с 26 депутатов. Проанализировав очень четко и очень хорошо и очень внимательно. Все, что вы предложили. После чего мы выйдем с окончательным решением, что касается вашего предложения. Вот это будет завтра. А можно вопрос? Да. Вы абсолютно уверены, что это будет мнение разделено всеми членами блока АКУМ? То есть, что все депутаты будут придерживаться до конца того мнения, которое вы примете на вашем завтрашнем заседании? Я очень много раз голосовал за против большинства, которые принимают. Очень много раз. Но я всегда подчинялся большинству. Это является демократический принцип. Это мое мнение. Я ее высказываю внутри нашего блока. Кроме вас еще есть депутаты. Есть люди, которые высказываются против общего решения. В большинстве случаев я высказываю, очень часто, так скажем, я высказываюсь против общего решения. Но я всегда придерживаюсь политики партии, потому что я являюсь членом этой партии, я являюсь членом этой фракции. Тем более, это вы, это я вас плавно возвращаю еще к вопросу по поводу того, что от вашей партии демократы будут тоже стараться людей, что называется, выдергивать. Вы меня спрашивали в других передачах. Я говорил тогда, что мы постарались через эти фильтры найти методы, чтобы можно было избежать каким-то образом. Но каким образом это получится в конечном итоге, мы увидим. Спасибо за ответ. Виктор Федорович, вы как думаете? Я думаю, что депутат свободен уйти из вашей фракции, потому что есть конституцию, никто не отменял. Имеет депутат свой мандат, и он будет пользоваться. Он имеет право протестовать против решения партии и так далее. Я не призываю, я просто был в этой роли и знаю, значит, что-то не так легко дается. Но когда ты видишь, что решения твоей партии уже некоторое время, они неадекватны, они нерациональны, они ведут страну или эту партию к гибели. Или когда лидер себе начал позволять то, что он не должен позволять, это тоже важно. И все, и депутаты имеют право уйти. И у нас есть, я вам скажу по опыту, что 50% бывших депутатов парламента, они по 7-8 раз меняли партии, уходили. И туда я могу их называть, и мы их называем предателями здесь, и перебежчиками, и так далее, и так далее. Но я знал очень многих принципиальных людей, которые только через годы мы понимаем, что где-то они были правы. Что надо было остановить, надо было остановить компартию, когда мы в 99-м году превратили страну в парламентскую республику. Надо было остановить, может быть, и другие вещи. Мы должны были разобраться, например, с 7 апреля 2009 года, где было. Мы должны были разобраться, и вы очень правы, с приватизацией, тем более, что обещали избиратели, и так и не разобрались. Согласитесь, что по сегодняшний день ни один политик не понес ответственности в Молдове за все, что случилось? Согласен, согласен. Поэтому решение ваше завтрашнее может быть любое. Но, повторяю уже по опыту, который вы знаете, этот опыт последних 10 лет. Эта ситуация сейчас работает на Демпартию. И вас, и социалистов, и вас должно это, в принципе, беспокоить. Что делать, чтобы это не случилось? Вы вашим поведением толкаете, в принципе, на два варианта. Первый вариант. Когда Демпартия сформирует большинство из перебежчиков. Я вам скажу, что внешние партнеры, в первую очередь Вашингтон, не обратить на это внимание. Вашингтон не обратит. Европа так скажет. Европа может обратить, а Вашингтон не обратит очень сильно внимания. Они посетуют, они посмотрят, они немножко критикуют. Но самое главное, что там стабильность. Есть второй вариант. Вы толкаете уже демсоциалистов, чтобы они пошли туда. Хотя для них это тоже будут очень большие потери. И что вы выиграете от этого? Вы окажетесь в оппозиции, вы потеряете часть этого избирателя. И вам будет очень сложно объяснить, почему вы так радикально требовали непонятно что и чего вы, в принципе, добились. Вы же знаете, что судят не по разговорам, а все-таки победителя не судят. Если он победил, добился результата, все. А очень часто они спрашивают, какими методами. И у Вас есть политологи в команде, пускай они, значит, почитают Макеавелли в этом смысле. Надо работать на страну. И все остальное шероховатости. Забыть о претензиях, забыть об оскорблениях, поставить на стол вопрос и попытаться его все-таки, значит, решить. Я думаю просто о том, что результаты даже досрочных выборов, они могут и наверняка, вот возьму на себя смелость, так и скажу, наверняка будут такими, что опять ни одной партии прям 52 депутатских мандатов вряд ли удастся. И вы понимаете, то есть тогда, да, господа из АКУМ, то есть тогда вы что будете, все-таки тогда только делать шаг навстречу? Если вот вы увидите, ну почти то же самое, вот мы, да, мы настояли, у нас были вот, вот у нас досрочные. Вот этого вы хотите? Мы не говорим о том, что мы хотим досрочные. Я сказал четко, что мы не... Ну вот вам же точно так же четко говорят, или САКУМ, или досрочные, я правильно говорю? Президент, да, очень четко говорит, или САКУМ, или досрочные. Людмила, Людмила, мне кажется, что мы имеем здесь два депутата, которые согласны идти на переговоры. Это не самые... То есть это люди рациональные, которые могут идти. Нет, вы знаете, я бы еще, конечно, за неимением времени, да, не могу задать вопрос, но я бы хотела еще поговорить о роли лидеров в этом во всем. И здесь больше, наверное, даже было бы вопросов к господину Боле, потому что разные страктовки. Некоторые говорят, что не так уж не сговорчивы депутаты, как не сговорчива лидер вашей партии. И что если бы ее позиция была несколько иной, то дело бы пошло гораздо проще. Не знаю, согласны вы с этим или нет. Нет, но ему неудобно говорить об этом. Ему неудобно говорить, но тем не... Ну, тогда я спрошу вас, Виктор Федорович, вам удобно об этом говорить? Конечно. Да, давайте. А господин Боле как джентльмен поспорит потом с вами? Я скажу и как гражданин, и как политолог, и как вы, значит, политик в прошлом. Мне кажется, что акценты были все-таки поставлены не очень четко с самого начала. Давайте по опыту больших стран, развитых, мы же все, в принципе, хотим брать пример. И иногда вопрос правительства создания, правительства создания большинства решается в течение нескольких дней, нескольких часов. То, что мы тянем, это очень плохо. У нас нет механизма, к сожалению, господин Боле, у нас нет механизма, когда государство может работать, пускай там политики ссорятся еще два года, а у нас государство, значит, действует. У нас единственный случай в Европе, когда мы держали страну без президента, вы помните, это было в десятку, это позорно. У нас один из немалых случаев, когда в этой стране украли миллиардов, около 35-40, и мы не ищем преступников, удивляются все. У нас одна из тех стран, где были в один и тот же день... Ну мы поняли, Виктор Сеевич, можно про лидеров, мало времени. А что про лидеров? Я говорю о лидерах, я говорю о их роли, и они должны взяться за ум, и одна, и другая сторона. И в данном случае я уже высказываю свою позицию против вашего лидера. Почему? Потому что требования радикальные и неадекватные. Нельзя выходить с этими, с такими требованиями. Если считаться с принципами демократии, надо учесть, что они получили 35 мандатов, а вы получили 26. То есть я вижу правительство, и это большинство 60 на 40 приблизительно. И вот это пропорция. Конечно, там можно обсуждать, какая может быть пропорция. Вариант, когда вы не создаете правительство, а вы сами выступаете против правового государства, вы выступаете полуреволюционными методами, это никуда не годится, и никто так не поступает. Покажите мне страну вот из этих европейских, да? Какой-то Бантустан в Африке или в Южной Америке, такое было. Но мы говорим о европейской стране, мы говорим о стране, которую мы хотим модернизировать, и так далее, и так далее. Так что на совести госпожи Санду, мне кажется, что есть проблема. Реплика, реплика, и потом господинноватка. Что касается всех решений, которые принимаются внутри ПАС, не знаю, как я не участвовал никогда не за свиданием другой партии, которая участвует тоже в блоке АКУМ, она, безусловно, в качестве лидера может прийти с каким-то предложением, но всегда голосуется. Всегда голосуется за то или иное решение. Большинством голосом принимается окончательное решение. Я даю честное слово. Спасибо. Господин Навак, а у вас как вот обстановка в отношении этих решений? Тоже все-таки непростые решения должны были вы принять? Могли бы все-таки варианты какие-то предложить? А так четко, АКУМ или выборы? У вас все разделяют в партии эту позицию? Ну, если взять хронологически, мы, в принципе, еще до дня выборов никоим образом не атаковали, скажем так, не бросали камни в блок АКУМ. После выборов вы, наверное, все заметили, что мы вообще никаким образом, даже не малейший упрек в сторону АКУМ, пытались вести конструктивный разговор, в том числе на передачах, между депутатами, разными методами. Мы сказали, один раз делали предложение, потом повторили, что дверь открыта, только для вас, только с вами ведется диалог, разговор. Нас пытались постоянно втягивать, что вы с теми, с теми, с другими, с пятыми, с десятыми. Мы, понятно, что обсуждали внутри партии эти моменты. Некоторые говорят, послушайте, ну, это несерьезно, да, просить все. Вот как, вот, господин Буаля, просто вот задумайтесь на одну секундочку. Вот вы на моем месте. Вот что вы будете объяснять избирателям партии социалистов, почему вы отдали все абсолютно блоку АКУМ? Все должности, все функции. За что нас люди, ну, люди за нас голосовали, у нас есть определенная программа, есть определенные задачи, да, определенные обязательства перед людьми, не перед блоком АКУМ, чтобы отдать все. То есть мы говорим, не просто принимать решения. Вот у нас в пятницу был республиканский совет, полтора часа обсуждали, что, когда, как. Все были, то есть все были согласны с тем, что именно такая формула. Переговоры или колиться с блоком АКУМ, либо... И либо досрочные выборы. Другого варианта нет. Тем не менее, мы видели в тот же день, опять же, какие-то, скажем так, ядовитые заявления. Скажем так, неконструктивные, можно так сказать. Ну, зачем такие заявления делать? Я называю это топорной политикой. Ну что ж, наше время, к сожалению, вышло. Нам остается только уповать на завтрашнее решение Координационного политического совета блока АКУМ. И тогда уже непосредственно делать выводы. И, наверное, может быть, даже уже и понимать, каково будет окончательное решение, куда движется страна. Вы знаете, по итогам этой программы я соглашусь с Виктором Федоровичем. Вы показали готовность к диалогу. Умение спорить показали. Это был интеллигентный спор. Вы, пусть каждый остался и при своем мнении, но мне кажется, что вот если бы так спорили на этих переговорах, которые вы друг друга бесконечно зовете, Виктор в первую очередь, да. Был бы, да, был бы шанс, чтобы вы действительно о чем-то договорились. Вот мое твердое убеждение. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо за приглашение. Спасибо. Это была программа «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»